Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Ещё раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Только что произнёс слова президентской присяги. В её тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила. Свидетельство нашей общей твёрдой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьёзными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей. Решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России. Уверен, мы достойно пройдём через этот трудный рубежный период. Станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития. А это, прежде всего, народосбережения. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей. Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. Это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну. Или же искать путь к сотрудничеству и миру. Повторю, разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга. Вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития, мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системой безопасности. В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентноспособными. Открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и её уроки. Не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественная политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам. Обеспечивать поступательность и стабильность развития единства и независимость страны. При этом стабильность не означает косность. Наша государственная и общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд. Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе, как высоко ценится сегодня надёжность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах. Мы должны обеспечить надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперёд, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, в стране цивилизации, объединённой русским языком и нашей многонациональной культурой. Дорогие друзья, буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим. Спасибо.